Всем привет! В этом видео мы рассмотрим активацию скрытых функций ETX при помощи J2534 Mini VCI. Устанавливаем драйвер и хорс, шнур определился, скачиваем программу ETX Decoder. Итак, запускаем программу, регистрируемся, подключаем шнур в разъем и включаем зажигание. В выпадающем окне выбираем empty и вставим галочку автоматический режим. Дальше жмем меню ETX подключить к адаптеру, либо переводим ползонок в положение ON. В нижнем окне красные кружки сменяются на синие и зеленые и не подключен к ETX. Блок ETX определился как 8637A465 с прошивкой 63 7A31 9A. Позже выяснилось, что на этой прошивке нет некоторых полезных функций. Надо прошивать ETX на 821, но кое-что активировать все-таки нам удалось. Первое. Daytime Running Light. Динные ходовые огни. Наиболее удобный вариант с включением ближнего света в пол накала при опускании ручника. Dimming DRL-VSP. Для этого вариант кодинга измерил два параметра. Первое. Активация самой функции DRL. DRL-FUNCTION, PRESENT, CAN CHANGE. Второе. Выбор типа DRL. DRL-TYPE, Dimming DRL-VSP. Также для этого режима потребовалось реле 8627A001. Дальше активируем DRL. Тип DRL также в вариант кодинга изменили AutoLight Control to Live Shree Homes RLS. И в кастом пункте Sensitive for AutoLight установили Level 5 Dark. Чтобы при наступлении сумерек в начале включались габаритные дни, а при дальнейшем потемнении ближний свет фар. Конечно же отключаем автосброс расходомера с ручного режима на автоматический. Крайне полезная штука. Теперь средние показания расхода в ручном режиме M будут фиксироваться, пока не сбросить их самостоятельно и не будут перескакивать на автоматический режим A после выключения зажигания. Для этого вариант кодинга Trip Computer AutoReset Return at IGOF он меняем Available, Not Available. Устанавливаем время работы стеклоподъемников на 600 секунд после включения зажигания, но видимо у 319 прошивки некорректный алгоритм работы этой функции. Подъемники работают пока не откроешь дверь, либо если дверь уже открыта, пока ее не закроешь. Вариант кодинга Power Window Type Type 1 и Custom Power Window Key Off-Timer 600 секунд. Тут есть возможность отключить звуковое помещение в непристегнутом ремне. Программа LTEX Decoder в сутки дает 3-5 активаций, поэтому желательно активировать все, что можно за один раз. Для этого в настройках приборной панели нажимаем записать, затем в Custom кодировать записать и в конце вариант кодинга кодировать записать. Последний синий кружок внизу заморгает и все приборы в машине должны погаснуть на секунду. Далее программа попросит выключить зажигание и через 1-2 секунды включить и нажать ОК. Далее в приложении загрузить в Custom нажать нет. У меня с первого раза этого не произошло, приборы не погасли и загорелся чек. Проблема с АБС и RC. Но такое бывает. И снова нажимаем кодировать, записать. Приборы погасли, выключили зажигание, включили на предложение Custom. Теперь отвечаем ОК. В 319 прошивке граничный функционал. В этой прошивке не получится активировать комфортный обыватель Comfort Washer, моргание аварийкой при экстренном торможении Emergency Stop Signal и отпирание замков при повороте ключа в положении Lock. Надеюсь результат вас обрадует. У нас будет еще много интересных и полезных видео. Пишите в комментариях, какие программы и оборудование вы хотите увидеть на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok